Как раз из Ольги Трофимцевой, его министра аграрной политики и продавательства в 2019 году, а также послом по особым поручениям МИД Украины. Эту историю мы и обсудим. Ольга, рада вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ольга, я хотел бы, знаете, зайти как бы не то чтобы с простого, но с общего, для того, чтобы понимать, какие сейчас возможности использует Россия для того, чтобы вот эту блокировку создавать. Да, вот сейчас, вот если мы говорим о процессе перевоза, вывоза зерна, да, об определенных там комиссиях, которые работают, да, вот так-то там приемки, проверки и так далее. Как в целом вот этот процесс происходит для того, чтобы понимать, что именно Россия использует для этой блокировки, для шантажа всего мира голодом? Да, спасибо. Буквально вот перед разговором с вами я увидела последнюю цифру, что с начала мая количество кораблей, которые в день проходят проверку вот этим инспекционным центром, в который входят в том числе представители России, снизилось в среднем до меньше, нежели три корабля в день. Вот представьте себе, если еще в конце апреля это было 4-5 кораблей в день, то есть сейчас меньше трех. Это очень-очень мало. И как это происходит сделкой и этим соглашением предусмотрено то, что вот участники инспекционного центра, представители Турции, ООН, России, Украины должны проверять корабли, которые будут заходить в порты Украины на загрузку. И на самом деле это происходит, ну точно так же проверяются корабли, когда выходят уже загруженные зерном. Но вот на загрузку у нас очередь 100 кораблей или даже может быть больше сейчас на данную конкретную минуту. Но вот просто сами представители России признают, да, есть проблемы, да, не так быстро работают инспекции, но они не уточняют, почему это происходит. А это происходит просто потому, что они позволяют себе, ну скажем так, где-то работать, где-то не работать, то есть находить какие-то абсолютно, абсолютно такие, ну выдуманные, скажем так, да, поводы для того, чтобы не проводить эти самые инспекции. То есть замедляют просто абсолютно вот таким каким-то искусственным способом, каждый, каждый день замедляют возможности для кораблей заходить сейчас на загрузку. И это, естественно, связано с тем, что вот да, до 18 мая они, во всяком случае российская сторона говорит, что зерновая сделка работает только до 18 мая. И сегодня и завтра на высоком уровне будут проходить встречи как раз вот в Стамбуле по этому вопросу, будут встречаться делегации и пытаться найти общий язык. Ну вот США призывают Россию прекратить использовать глобальный голод как рычаг к войне против Украины, и об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин. Давайте услышим и потом обсудим. Мы призываем расширять и расширять черноморскую зерновую инициативу. Последние дни Россия вновь вернулась к блокированию судов, заходящих в украинские порты за зерном. Это приводит к тому, что меньше еды поступает на глобальные продовольственные рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и во всем мире, которые нуждаются в этой еде. Хотя мы благодарны генеральному секретарю ООН Гутерришу и нашим коллегам в Турции за неустанные усилия, направленные на то, чтобы выйти из этого тупика, миру не нужно каждые несколько недель напоминать Москве о том, чтобы она прекратила использовать голод людей в качестве оружия в своей войне против Украины. Ольга, давайте обозначим, а что случится, если не договорятся ни сегодня, ни завтра, и 18 мая, как угрожает Российская Федерация, значит, прекратится существование этой сделки. Получается, она будет денонсирована в одностороннем порядке. И вот какие риски? Из вариантов, что при этом прохождение судов в украинские порты и обратно будет по-прежнему, возможно, по маршруту вдоль побережья Румынии и мимо русла Дуная. Вот. И это будет вдали от российских позиций. Но также помним, как Турция говорила, что ну тогда, помните, осень, это же не первый раз, эти приостановления. Сейчас мы видим полностью блокировку и такая длительная неспособность договориться впервые происходит на самом деле. Но вот и Турция говорила, что свои, ну то есть фактически натовские корабли будет давать в сопровождение. Ну так, собственно, зачем тогда торги и переживать, что остановится? Как видите, какие вот, в принципе, риски вы видите, остановки? Естественно, в первую очередь, это вот риски, связанные с безопасностью коммерческих кораблей. Вы абсолютно правильно как бы уже отметили этот момент. И вы знаете, я честно скажу, иногда тоже задаю себе этот вопрос, а не будет ли проще. И мы уже видели, действительно, это буквально вот пару дней, когда Россия уже в одностороннем порядке выходила из этой зерновой сделки. Все просто настолько были рады, что инспекции заработали, ну намного быстрее, просто в разы, понимаете? То есть в разы действительно работа пошла быстрее. Здесь возрастут, конечно же, риски безопасности. И Россия сама об этом говорит, что она просто не сможет больше гарантировать безопасность судов, потому что не будет принимать участие фактически там вот в их проверке и так далее и тому подобное. Я думаю, судя по риторике, действительно нужно рассматривать и такой вариант, что не смогут договориться, потому что те пакетные договоренности, о которых говорит Россия, и которые мы, скажем, не подписывала Украина, а которые зафиксированы в меморандуме между ООН и Россией, и о переподключении Россельхозбанка, и о АМИАК-проводе, я, честно говоря, не думаю, что их будет возможно, да, вот сейчас, во всяком случае, точно, каким-то образом кто-то пойдет навстречу и будет эти условия, или я бы даже сказала, этот ультиматум российские выполнять. Вот, соответственно, и Россия, я надеюсь, понимает, что на самом деле, кроме того, что там повысятся какие-то риски, связанные с военной безопасностью, да, это, возможно, усложнит там страховку кораблей, но компании уже, опять же, я думаю, что рассматривали эти варианты и эти риски, и что будет в этом случае со стоимостью страхования. Вот, но Россия должна понимать прекрасно, что это тоже эскалация из точки зрения вот переговорного процесса, и она сама себе закроет в таком случае тоже какие-то возможности дальше вести переговоры. Ну, то есть, если они выходят из сделки, то какой смысл тогда говорить о каких-то вообще уступках, да, и о каких-то компромиссных вариантах? Окей, если вы ведете себя таким образом, если вы не можете придерживаться тех обязанностей, которые прописаны в договоре, если вы не, да вы и сейчас, на самом деле, не способны выполнить вот те договоренности, которые предусмотрены этой сделкой, ну, как бы, возможно, действительно не стоит цепляться за участие такой стороны, не цивилизованной в этой сделке, в этом договоре. Ну, а по сути, безопасность в чем заключается? Ну, не будет же Российская Федерация, ну, там, в Российский флот, условно говоря, бомбить эти суда. Ну, ну, в крайнем случае, если представить такой нонсенс, да, но одно судно потом утопит, а что дальше? Ну, не будет же весь коридор. Да, вот, вот, вы знаете, на самом деле, когда мы говорим о России, я всегда отказываюсь делать какие-либо прогнозы, потому что предусмотреть их действия, как вы сами понимаете, я иногда начинаю говорить о том, что, ну, с точки зрения логики, потом сама себя обрываю, потому что, когда мы говорим о логике, ну, вернее, о России, то логика там абсолютно отсутствует в действии, и поэтому ожидать можно. Мы видели же после подписания этого договора о зерновой сделке, обстреляли Одессу, да, показательно, без каких-то больших потерь, но тем не менее обстреляли нашу инфраструктуру. Здесь, конечно же, возможно ожидать и таких же провокаций. Можно ожидать провокаций, кстати, в другом каком-то месте. Это, опять же, вот, возвращаясь к тезису о том, что мы имеем дело просто настолько с непредсказуемым участником, да, вот всех этих договоренностей, что очень-очень сложно на самом деле каким-то образом, да, действительно вот говорить, что если мы договоримся вот об этом, то, знаете, вот как люди цивилизованно разводятся даже, да, и там, не знаю, какие-то вот такие процессы происходят, вот, или расходятся как партнеры в бизнесе, то здесь, понятное дело, что говорить о таком не приходится. Поэтому я просто надеюсь на то, что, вернее, я уверена в том, что и наша, и турецкая сторона рассматривает, рассматривает в том числе так называемый worst case scenarios, да, то есть что действительно может произойти, если вот будет подобного рода эскалация, если у России не хватит здравого разума, не хватит вот логики и для того, чтобы продолжить участие в зерновой сделке и абсолютно там спокойно продолжать работать дальше, работает сделка и коридор, и дальше продолжать какие-то переговоры. Если они хотят пойти на эскалацию, то, ну, значит, я уверена в том, что и Турция будет к этому готова, и другие члены НАТО ее тоже поддержат. Вот как раз, Ольга, хотела вас спросить, а каким, по вашему мнению, есть вот этот политический фактор, выборный фактор для самого Эрдогана, для Турции вот в этом плане, ну, с счетом приближающихся выборов, да, и понятно, что у Эрдогана там, ну, разные шансы по разным оценкам, но не так все, наверное, хорошо, как хотелось бы нынешней власти в Турции. Вот каким будет этот фактор, по вашему мнению? И если мы вот просто допустим, что вот Россия решила вот все, вот бойкот, вот мы не будем, вот наши требования, вот все, вот мы такие, и вот ушли, ну, скажем так, да, вот в одностороннем порядке. Вот теоретически, а могут другие, да, вот представители вот этой зерновой сделки инспектировать эти суда и как-то без России проводить вот эти инспекции? Могут, могут, да. Да, могут, и что-то, да, как опция, это абсолютно возможно. И я, кстати, думаю, что касается тоже, не нужно преувеличивать для вот значения, и сейчас вот политическую ситуацию в Турции, да, и выборы, не нужно преувеличивать их критическое значение для всех этих процессов, потому что, как говорят, в принципе, все эксперты практически единогласно касательно возможных результатов выборов, даже в случае проигрыша Эрдогана, даже в случае ситуации, если выиграют его оппоненты, это ничего не изменит, а возможно даже где-то и улучшит ситуацию для Украины, потому что будет большая готовность сотрудничества, более плотного сотрудничества Турции с НАТО именно. Поэтому, а с точки зрения прагматической, опять же, учитывая, что Турция находится среди стран, в которых инфляция имела наивысшие показатели роста в прошлом году и в начале этого года, соответственно, для Турции стабильная работа и стабильные поставки зерна, в том числе для потребностей их рынка, для переработки, имеется в виду, которая в Турции очень хорошо развита, как мы знаем, а в основном туда зерно как раз шло украинское, которое перерабатывалось и в том числе и в портовых заводах и так далее, для них это тоже является серьезным фактором экономической стабильности. И подрывать ее, я тоже уверена, что вот здесь как раз можем говорить о логике. Я думаю, с точки зрения экономической логики как раз Турция действительно заинтересована в том, чтобы эта сделка работала. Впрочем, как я уже неоднократно подчеркивала, в этом заинтересован и Китай. И вот Украина и Европейский Союз создадут совместную платформу по экспорту агропродукции. Об этом президент Украины и президент Еврокомиссии заявили на совместном брифинге в Киеве. Давайте услышим. Неотложный приоритет сейчас состоит в том, чтобы импорт зерна шел беспрепятственно и при наименьших возможных затратах. Это требует тесного сотрудничества различных заинтересованных сторон. Поэтому мы создадим общую координационную платформу, чтобы сделать пути солидарности полностью функционирующими. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы, потому что это усиливает не нас всех в Европе, а только усиливает возможности агрессора. Мы предлагаем создать координационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультации с Украиной. Мы ожидаем от Евросоюза сильных европейских по содержанию решений и снятия как можно скорее всех ограничений, если будет политическая воля. А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть. Поэтому мы сможем найти оптимальные и действительно сильные решения, которые защитят интересы как Европы в целом, так и украинцев, которые страдают в дополнение ко всему еще и от примененных в отношении нас экспортных ограничений. И также напомню, что 2 мая Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран Европейского Союза, Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию с сохранением их транзита. Запрет будет действовать до 5 июня. И как вы видите, эта платформа, о чем она, вот опишите, как вы ее видите, и что же будет тогда после 5 июня? Ну, что будет после 5 июня, здесь пока расходятся мнения. Кто-то говорит, что, в принципе, ожидаемо продление этих ограничений, если, опять же, будут на этом настаивать наши соседи, страны, которые вы перечислили. Что касается платформы, я приветствую, или, вернее, группы, да, вот, координационные группы в этой сфере, я однозначно приветствую ее создание, или, во всяком случае, инициативу по ее созданию, потому что, как мне кажется, это как раз может быть тем инструментом, о котором я тоже неоднократно уже говорила, что нужно усиливать вот этот двусторонний, многосторонний диалог именно в агроторговле, в торговле продовольствия между Украиной и Европейским Союзом, и, опять же, с прицелом, скажем так, или с перспективой, которая однозначно уже сейчас просматривается, это вступление Украины в Европейский Союз, так, в среднесрочной перспективе. Соответственно, если такая координационная группа будет включать представителей ключевых ведомств со стороны Украины, которые задействованы в процессе, то есть, естественно, Министерство аграрной политики, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и так далее. Однозначно, мне кажется, что здесь должна работать и наша Держпродспоживслужба, наш сервис, который занимается и отвечает за вопросы как раз фитосанитарных, с фитосанитарного качества и так далее. И со стороны Европейского Союза это и представители соответствующих директоратов Европейской комиссии, это представители однозначно должны быть и этих стран, с которыми сейчас существуют введенные ограничения, работают так, и нарабатывать, действительно, в том числе начинать работать уже сейчас, чтобы наработать какие-то решения до 5 июня и чтобы, возможно, рассмотреть вопросы, ну, так минимум, облегчения ситуации с экспортом в эти страны и с транзитом, кстати, тоже, и продолжать работать дальше для того, чтобы такие такие ситуации не повторялись, потому что, вот как мы видели еще раз, тут эскалация ситуации с импортом в ту же там Польшу и Венгрию и другие страны, она развивалась несколько месяцев и поэтому нужно было реагировать раньше. Вот такая группа, можно сказать, как группа быстрого реагирования или вот координационная группа будет, как мне кажется, полезной для того, чтобы предотвратить развитие, негативное развитие, вот если будет какая-то ситуация, связанная с дисбалансом рынков в Европейском Союзе или если мы будем видеть какие-то дополнительные проблемы, например, на таможне и так далее. Спасибо вам большое, Ольга. Как всегда, четко с расстановкой, рада вас видеть. Да, и в дальнейших эфирах, и в дальнейших обсуждениях Ольга Трофимцева, ее министр аграрной политики и продовольствия в 2019 году, также посол по особым поручениям в МИД Украины, была с нами на прямой связи.